Глава 21. Вон ваша комната. Всего два шага от меня, заговорил капитан. Видите, на извозчика ко мне уж немного истратите. Вон, видите, тот флигель налево. Я приподнялся, взглянул в окно и отвечал, что вижу. Нет, вы подойдите, подойдите, пожалуйста, к окну. Да я отсюда вижу. Нет, вы подойдите. Тут есть маленький фокус. Видите, прекрасный флигелек. У нас, впрочем, и вообще весь двор в порядке. Прежде этого не было. Хозяйка была страшная, скареда. Я здесь не жил. Сестра моя здесь прежде поселилась. Я к ней хаживал. Хозяйка вот точно так же, как сестра теперь лет пять тому назад овдовела. Купчиха ничего себе. Эдакая всегда довольно жантильная была, с манерами. Потому что она из актрис. Но тяготилась и вдовством, и управлять домом. А я, как видите, люблю жить чисто, не правда ли? Что? Я ведь, кажется, чисто живу, правда-с? Да, отвечаю я, правда. Кажется, правда, и это с самого детства. Познакомитесь с сестрой, она вам все это расскажет. Я всегда любил чистоту, еще в кадетском корпусе и отличался. Кто там что ни говори, а военное воспитание нельзя не похвалить его. Разумеется, не со всех сторон. С других сторон университет может быть лучше, но с другой стороны всегда щеточка, гребенка, маленькое зеркало в кармане. Я всегда этим отличался. Я бывало приду к сестре и говорю, как это у вас все грязно на дворе. Пять тысяч извинений, говорю, приношу вам, но просто в свинушнике живете. Хозяйка иногда хаживала к сестре, ну и сестра ей шутила. Вот, говорит, вам бы какого мужа. Шутя, конечно, потому что моя сестра знает мои правила, что я на купчихе не женюсь. Но наши, знаете, всегда больше женятся на купчихах. Так уж те это так рассчитывают. Однако же я совсем не такой, потому что я к этой службе даже не способен. Но та развесила уши. Ну куда ж скажите, пожалуйста, мне жениться? Приношу вам двадцать тысяч извинений. Да еще жениться на купчихе. Нет, говорю, жениться я не могу, но порядок действительно моя пассия. И домом управлять я согласен. Она мне и предложила вот эту квартиру. Квартира, конечно, очень невелика. Передняя, что вы видели. Зал, да вот эта комната, она ведь с одного довольна. Одинщик мы в кухне. Но кухоньку выправил так, что не стыдно. Клим у меня не так, как у других. Вот вы его видели. Спросите его потом когда-нибудь, пожалуется ли он на меня. Клим, крикнул он громко. В дверях показался серый клим. Доволен ты мной или нет? Не бойся меня. Отвечай так, как меня здесь не было. Много доволен, ваше благородие, отвечал денщик. Ах ты скотина, сказал капитан. Постельников самодовольно улыбнулся и, махнув денщику, рукой добавил. Ну вот и только. Ступай теперь к своему месту, готовь шинель. На меня никто не жалуется, продолжал капитан, обращаясь ко мне. Я всем, кому что могу, сделаю. Отчего ж, скажите, не делать. Ведь эгоизм я приношу вам сто тысяч извинений. Я ваших правил не знаю. Но я откровенно вам скажу, я терпеть не могу эгоистов. Глава двадцать вторая. Поток этих слов был сплошной и неудержимый, и даже увлекательный, потому что голос у Леонида Григорьевича был необыкновенно мягкий, тихо-вкратчивый. А слова, произносимые им, выходили какие-то кругленькие и катились, словно орешки по лубочному желобку. На меня от его говора самым неприличным образом находил неодолимейший магнитический сон. Под обаянием этого рокота я даже с удовольствием сидел на мягком кресле, с удовольствием созерцал моего Купидона и слушал его речи, а он продолжал развивать передо мной свои мысли и свои попильотки. Хозяйка, продолжал он, живет тут внизу, но до нее ничто не касается, всем управляю я. И сестра теперь тоже, о ней надо заботиться. У меня, по правде сказать, немалая опека, но я этим не тягощусь, вы будьте покойны. Вы сколько платили на прежней квартире? Я сказал, сколько я платил. О, мы устроим вас у сестры даже гораздо дешевле и, верно, гораздо лучше. Вы студент, а в той комнате, где вы будете жить, все даже располагают к занятиям. Я оттуда немножко отдаляюсь, потому что я жизнь люблю. А сестра теперь, после мужейной смерти, совсем, как она говорит, предалась Богу. Но не суди, да не сужден будешь и. Впрочем, опять говорю, там бесов изгоняют ладаном. А вы, если когда захотите посмотреть бесов, ко мне милости просим. Я, знаете, живу молодым человеком, потому что юность дважды не приходит, и я вас познакомлю с прекрасными дамочками. Я не ревнив, нет, что их ревновать. Он, махнув рукой, развернул последнюю папильотку и, намочив лежавшее возле него полотенце одеколоном, обтер себе руки и заключил. А теперь прошу покорного в вашу комнату. Времени уже совсем нет, а мне еще надо завернуть в одно местечко. Клим, громко крикнул он, хлопнув в ладоши и пристегнув аксельбанты, направился через гостиную. Я шел за ним молча, не зная, на что и для чего я все это делал. В передней стоял Клим, держа в руках серую шинель и фуражку. Хозяин мой взял у него эту шинель из рук и молча указал ему на мою студенческую шинель. Я торопливо накинул ее на плечи, и мы вышли, прошли через двор и остановились у двери, обитой уже не зеленой сияющей клеенкой, а темным толстым серым сукном. Звонок здесь висел на довольно широком черном ремне, и когда капитан потянул за этот ремень, нам послышался не веселый дребезжащий звук, а как бы удар маленького колокола, когда он ударяет отколеблемой ветром веревки. Прошла минута, нам никто не отворял, постельников снова дернул за ремень. Снова раздался заунывный звук, и дверь неслышным движением проползла по полу и распахнулась. Перед нами стояла старушка, бодренькая, востроносненькая, покрытая темным коричневым платочком. Капитан осводомился, дома ли сестра, и есть ли у нее кто-нибудь. Есть, отвечала старушка, монахи, отец в орлами и Евстигнея с веловедушкой. Ну вот и прекрасно, пусть они себе там и сидят. Скажи постояльце, рекомендую знакомого. Это необходимо, добавил он мне шепотом, и тот же же снова начал вслух. «Вот видите налево этот коридор? Там у сестры три комнаты. В двух она живет, а третья там у нее образная. А это вот прямо дверь, тут кабинет зятев был, вот там в нее и ход. А это и есть ваша комната, глядите!» Заключил он, распахивая передо мной довольно высокие белые двери в комнату, которую действительно можно было назвать прекрасной. Глава двадцать третья Комната, предлагаемая мне голубым купидоном, была большой наугольный покой в два окна с одной стороны и в два с другой. Весь он выходил в большой густой сад, деревья которого обещали весной и летом много прохлады и тени. Стены комнаты были оклеены дорогими коричневыми обоями, на которых миллион раз повторялась одна и та же букалитическая сцена между пастухом и пастушкой. В углу стоял большой образ, и перед ним тихо мерцала лампада. Вокруг стен выстроилась тяжелая мебель красного дерева с бронзой, обитая темно-коричневым софьяном. Два овальные стола были покрыты коричневым сукном, бюро красного дерева с бронзовыми украшениями, дальше письменный стол и кровать в алькове, задернутая большим вязаным ковром. Одним словом, такая комната, какой я никогда не думал найти за мои скромные деньги. Неудобств казалось никаких. Несмотря на то, что мы только что вступили в эту комнату, тишина ее уже оказывала на меня свое приятное действие. Это действительно была глубокая и спокойная тишина, охватывающая собой человека с первой минуты. Вдобавок ко всему этому в комнате слышался слегка запах ростного лада, но и смирный, что я очень люблю. Капитан Постельников заметил, что этот запах не ускользнул от меня и сказал, «Запахец, конечно, есть, но как на чей взгляд? А на мой все-таки это не бог весть какое неудобство. А зато я вам говорю, это Василиса, старушка, которую вы видели, придобрая, и сестра у нее придобрая. Богомольная только, да что же вам до этого? Я, разумеется, не знаю ваших правил, но я никогда открыто против религии не возражаю. К чему? Всех вдруг не просветишь. Это все, само собой, имеет свое течение и окончится. Я богомольным не возражаю. Вы даже, может быть, заметили, у меня у самого есть лампады, я их сам жгу. Что ж такое? Это ведь в существе ничему не мешает. А есть люди, для которых это очень важно. Вы можете этому не поверить, но это именно так. Вот, недалеко ходить, хоть бы моя сестра, рекомендую. Если вы с ней хорошенько обойдетесь, да и так иногда, кстати, пустите при ней о чем-нибудь божественном, так случись потом и недостаток в деньгах, она и денег подождет. А заговорите с ней по-модному, что, мол, бог пустяки, я знать его не хочу или что-нибудь такое подобное. Сейчас и провал. А особенно на вашей службе. Этакой откровенностью даже все можно сразу потерять. Сестра, крикнул капитан, стукнув в стенку. Вели Василисе через два часа здесь все освежить. К тебе придет твой постоялец, мой хороший знакомый. Это необходимо, опять сказал он мне шепотом. А вас как зовут? Я назвал мое имя. Его зовут Арест Маркович Ваташков. Запиши у себя, теперь мы с ним едем. И с этим постельников надел посреди комнаты фуражку и повлек меня за собой. Глава 24 Через ту же лестницу мы снова спустились на двор, где я хотел раскланяться с постельниковым, не имея, впрочем, никакого определенного плана не переезжать на квартиру к его сестре, не улизнуть от него. Но Леонид Григорьевич предупредил меня и сказал, «Да нет, вы что же, разве куда-нибудь спешите?» «Да, немножко, говорю, спешу». «Но немножко ничего, вы в какую сторону?» Я сказал. «Ах, боже мой, нам почти по дороге. Немножко в сторону дать чего же. Для друга семь верст не околится. А я прошу у вас шестьдесят тысяч извинений. Может быть, и не имею еще права вполне называться вашим другом, но надеюсь, что вы не откажете мне в небольшой услуге». «Охотно, говорю, если только могу». «О, очень можете. Я вам сделаю услугу за услугу тоже». С этими словами мы снова очутились у знакомой зеленой двери капитановой квартиры. Он нетерпеливо дернул звонок и, вскочив на минуту, действительно тотчас же выскочил назад. В руках его была женская картонка, в каких обыкновенно модистки носят дамские шляпы. Большой конверт и длинный тонкий сверток. Из этого свертка торчала зонтичная ручка. «Вот», — обратился он ко мне, «потрудитесь это подержать. Только держите осторожнее, потому что тут цветы. А тут я, разумеется, приношу вам сто тысяч извинений, но ведь вам уж все равно. Так тут зонтик». «Ну, боже мой, что же это такое?» — воскликнул капитан, взглянув на этот зонтик. «Вот проклятая рассеянность. Эта проволочка так и осталась неспиленной. Клим, дай скорее напильник». И капитан быстро, одним движением, сбросил с себя шинель, присел верхом на стул, с большим мастерством укрепил к столбику стула зонтик, начал быстро отпиливать небольшой кусок проволоки. «Я люблю эту работу», — говорил он мне между делом. «Я вам скажу, в наше лето все в магазинах для дам покупать, это, черт возьми, накладно. Да и что там купишь? Все самое обыкновенное, их три дорога. А я эдак все как-нибудь у Сухаревой башни, да на Смоленском. Очень приятно. Вроде прогулки и вещи, подержанные недорого. А их вот сам починю, выправлю и презентую. Вы увидите, как мы заживем, жаловаться не будете. Я вот вас сейчас подвезу до Никитских ворот и попрошу маленького одолжения, а сам поскорее на службу. А вы зато заведете первое знакомство, и в то же время вам будет оказана услуга за услугу». Я совсем не знал, что со мной делают. У подъезда стояла гнидая лошадка, запряженная в небольшие дрожки. Мы сели и понеслись. Во всю дорогу до Никитских ворот капитан говорил мне о своем житье, о службе, о бывающих у него хорошеньких женщинах, о том, как он весело живет, и вдруг остановил кучера, указал мне на одни ворота и сказал, «Вот тут я вас усердно прошу спросить прямо по лестнице в третьем этаже перчаточницу Марию Матвеевну. Отдайте ей эти цветы и зонтик, а коробочку эту Лиззи-блондинки. Приволокнитесь за нею смело, она самое бескорыстнейшее существо и очень влюбчиво. Вздохните, глядя ей в глаза, да руку к сердцу, она и загорится. А пока ар-вар». Прежде чем я нашелся что-нибудь ответить, капитан Постельников уже исчез из моих глаз. Глава двадцать пятая. «Должно вам сказать, что все эти поручения, которые надавал мне капитан Постельников, конечно, были мне вовсе не понутру. И я, несмотря на всю излишнюю мягкость моего характера и на апатию, или на полусонное состояние, в котором я находился во все время моих разговоров с капитаном, все-таки хотел возвратить ему все эти порученности, но, как я сказал, это было уже невозможно. Следующей мыслью, которая мне пришла за этим, было возвратиться назад и отнести все это на его квартиру и отдать его климу. Я находил, что это все достойнее, но, к крайнему моему удивлению, сколько я не звонил у капитанской двери, мне ее никто не отпер. Я отправился было в квартиру его сестры, но здесь, на двукратно повторенный мной звонок, мне открыл двери полный румяный монах и соболезнующим взглядом в очах проговорил «Великодушно извините, Марья Григорьевна пазотрапезно опочили, у служающих их дома нет, а мы, приходящие, ничего принять не можем». Черт знает, что такое. Думаю, была бы не была, пойду сейчас сдам скорее по адресу. И вот я снова взял извозчика и поехал к Никитским воротам. Нет никакой нужды рассказывать, что за особ встретил я в тех девицах, которым я передавал посланные через меня вещи. Довольно сказать, что все это было свежо и молодо, и на тогдашний юный неразборчивый мой вкус очень и очень приглядно, а главное бесцеремонно и простодушно. Я попал на именины и хотел, разумеется, сейчас же отсюда уйти, но меня схватили за руки и буквально силой усадили за пирог, а пока ели пирог, явился внезапно освободившийся от своих дел капитан постельников. И с ним мужчина со страшными усищами. Забыл поэт Трубицын. Кончилось все это для меня тем, что я здесь впервые в жизни ощутил влияние пиршества. В питье дошел до неблагопристойной потребности уснуть в чужом доме и получил от Трубицына кличку Филимон простота. Обстоятельство ничтожное, но имевшее для меня, как увидите, самые трагические последствия. Глава двадцать шестая. Проснувшись перед вечером на диване в чужой квартире, я быстро вскочил и с жесточайшей головной болью бросился скорее бежать к себе на квартиру. Но представьте же себе мое удивление, только что я прихожу домой на свою прежнюю квартиру, как вижу, что комнату мою тщательно прибирают и моют, что в ней не осталось уж ни одной моей вещи, положительно, что называется, не синий порох. Как же и куда все мое отсюда делалось? А ваши, отвечают, перевез к себе капитан Постельников. Позвольте, говорю, что за вздор? Как капитан перевез? Этого не может быть. Нет, говорят, действительно перевез. Да по какому праву вы ему отпустили мои вещи, говорю? Ну, а вижу, что предстоящие после этого вопроса только арты разинули, стоят передо мной, как удивленные галчат. По какому праву продолжаю добиваться? Капитану Постельникову, спрашивают? Со смущением. Капитану Постельникову, говорю, по какому праву? Ну, галчатые рты замкнули, дескать, на тебя, брат, даже удивляться не стоит. Вот, говорят, чубучок ваш со змеиными головками, капитана Постельникова денщик не захватил, так извольте сами получить. Я рассердился, послал всем мысленно тысячу проклятий, надел шинель с фуражкой, захватил в руки чубучок со змеиными головками и повернулся к двери. Но засадно же так уйти, не получая никакого объяснения. Я вернулся снова, взял в сторонку мать моего хозяина, добрейшую старушку, которая, казалось, очень меня любила, и говорю ей. Матушка Арина Васильевна, поставьте мне голову на плечи, расскажите, зачем вы отдали незнакомому человеку мои вещи. Да мы подумали, говорит, что сынок мой Митроша на тебя жалобу приносил, что ты квартиру не очищаешь, так что тебя по начальству от нас сводят. Арина Васильевна, говорю, да разве ему это можно, чтобы ваш сын на меня жаловался, ведь мы же с ним приятели. — Знаю, — отвечает ангел мой, — что вы приятели. Да мы думали, что, может быть, он в шутку это над тобой пошутил. — Что это жаловаться-то, говорю, в шутку ходил? — Да. — Арина Васильевна, да нечто эдак бывает, спрашиваю. Нечто это можно. Арина Васильевна только растопырила руки и бормочет, мол, мы сами не знаем, что у нас было в думке. Я махнул рукой, захватил опять чубучок, сухо простился и вышел на улицу. Глава двадцать седьмая Не могу вам рассказать, в каком я был гадком состоянии духа. Разыгранная со мной штука просто сбила меня с пехвей, потому что я после своего неловкого поведения у знакомых дам капитана ни за что не расположен был жить у его сестры и даже дал было себе слово никогда его не видать. Комната мне нравилась, я ничего не имел против нее, но я имел много против капитана. Мне его предупредительность была не понутру, а главное, мне было чрезвычайно неприятно, что все это сделалось без моей воли. Но я мог сердиться сколько мне угодно, дело было уже сделано. Досада объяла меня несказанное. Я, чтоб немножко поразвлечься и порассеяться, чтобы не идти на новую квартиру, отправился бродить по Москве. Я ходил очень долго, заходил в несколько церквей, где тупо и бессознательно слушал вечернюю службу. Два или три раза пил чай в разных трактирах, но, наконец, деваться более было некуда. На дворе уже совсем засумерчило, и по улицам только изредка кое-где пробегали запоздалые чуйки. Бродить по улицам стало совсем неловко. Я подошел к одному фонарю, вынул мои карманные часы, было одиннадцать. Пора было на ночлег. Я взял извозчика и поехал на мою новую квартиру. К удивлению моему ворот ждал меня дворник. Он раскрыл предо мной калитку и вызвался проводить меня по лестнице с фонариком, который зажег внизу в своей дворницкой. Ремень, приснащенный к звонку моей квартиры, был тоже необыкновенно чуток и послушен. Едва я успел его потянуть, как дверь, шурша своим волочным подбоем, тихо отползла и приняла меня в свои объятия. В передней на полочке тихо горел чистенький ночничок. Комната моя была чиста, свежа, перед большим образом спасителя ярко сияла лампада. Вещи мои были расположены с такой аккуратностью и порядком, с каким я сам разложить их никогда не сумел бы. Платье мое было развешано в шкафе. Посреди стола перед чернильницей лежал мой бумажник и на нем записка, в которой значилось денег наличных 47 рублей и ассигнациями 4 целковых. Внизу под этими строками выдавлена буква «П», по которой я узнал, что всей этой аккуратностью в моей комнате я был обязан тому же благодатному Леониду Григорьевичу. «И скажите, пожалуйста», — рассуждал я себе, — «когда он это все сделал?» Я раскиш и ошалел. Да слоны слонял по Москве, а он, как ни в чем не бывал, еще все дела за меня переделал. Я отдернул ольков в моей кровати и увидел пастель, засланную ослепительно чистым бельем. Думать мне ни о чем больше не хотелось. Переехал так переехал. Делать нечего, благо тихо, покойно, кровать готова и хочется спать. Я разделся, перекрестился, лег и заснул в ту же самую минуту, как только упал головой на подушке. Занавески, которые отделял мой ольков, я не задернул, потому что, ложась, надеялся помечтать при свете лампады. Но мечтания по поводу внезапного крепкого сна не случилось. Зато около полуночи меня начало снять целый рой самых прихотливых сновидений. Мы с Постельниковым не то летели, не то валились на землю откуда-то совсем с другого мира, не то в дружественных объятиях, не то в каком-то невольном сцеплении. Я был какой-то темный и неопределенный. Он такой же голубой, каким я его видел и каким он мне только мог представляться. Но у него, кроме того, были большие влажные крылышки, помахивая ими, он меня словно всего склеивал, и свист от взмахов этих крыльев сладостно и резко раздавался в моем слухе. Затем вдруг мы очутились в этой самой комнате и ездили по ней долго и долго, пока вдруг капитан дал мне в нос щелчок, и я проснулся. Субтитры сделал DimaTorzok